МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую те, кто только что к нам присоединился в эфире на Беларусь-2 ток-шоу «Перекрёсток». И сегодня в компании моих гостей и экспертов мы говорим об урожае 2012 и развитии фермерства в Нагомельщине. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, уважаемые друзья, предлагаю прокомментировать сюжет и продолжить обсуждение. Я уже затронул эту тему. Меня как покупателя, рядового, интересует всего один вопрос. Когда же в торговой сети Гобеля и области мы сможем запросто не отыскать и найти ни зарубежную спаржевую фасоль, ни зарубежную пекинскую капусту или цветную капусту, не испанские яблоки, а местные. В чем проблема, Алексей Михайлович? Давайте разберемся. Ну, проблема, наверное, двухсторонняя. Потому что, как только что два производителя также подтвердили, сегодня данная продукция на прилавках магазинов, как и фирменной торговли, их собственной, так и тех же рынков и крупных торговых форматов, она присутствует. Вопрос, наверное, в первую очередь состоит в том, что же мы увидим после Нового года, это весна, март, апрель, май месяц, когда действительно нужно как-то сберечь этот товар, либо переработать, заморозить, в какую-то упаковку хорошую положить и предоставить его покупателю. Вот, наверное, именно в этот период, из-за, наверное, каких-то, может, нехватки мощностей двух-трех предприятий, покупатель может увидеть импортную. Хорошо, но вот производители же говорили, что еще и торговля в этом плане и совсем дорабатывает. То есть, я так понимаю, закуплена более дорогая продукция, не всегда белорусская, а чаще зарубежная. Вот, может быть, либо это такая парадоксальная ситуация, когда производители винят торговлю, а торговля говорит, что не дорабатывает производитель. Вы знаете, наверное, это все-таки парадокс. Законодательно четко определено, что такое ассортиментный перечень торговой организации. Есть прямое слово – отечественных товаров. Указано 15, 18, 20 единиц определенных овощей и фруктов, которые, согласно торговой площади, должны быть всегда в наименовании. А все, что сверху, это уже может быть импортное. Поэтому, чтобы набрать тех 15, 18, 20 наименований, естественно, это будут отечественные и, в первую очередь, производители местных. Сегодня сколько у нас торговых точек, включая потреб к операции? В районе 6 тысяч по области. 6 тысяч торговых точек. И я хочу сказать к чести нашей торговли, управления торговлей, рад ли вы найдете сегодня в области одну торговую хотя бы точку, где не было бы овощей. Раньше этого не было. Это уже порядок. Это уже дисциплина. Но в идеале мы-то хотим, чтобы то, что производится, и мы рассказываем о том, что так много всего, чтобы это было белорусское наше, чтобы не испанские яблоки покупали. Я хочу сказать о главном, что для этого надо. Вопрос доставки. Значит, мы со своей стороны обеспечить 6 тысяч точек, когда нам заказывают, вот скажем, я специально сегодня позвонил в Яблоневый сад, Бондарчукову. Ну, расскажи ты мне систему работы по яблоку в нашей области. Он практически сегодня обеспечивает весь Гомель, всю Полесскую зону. Во-первых, школьное питание по области он полностью накрыл. Розницу он накрыл. Частично Брюлева здесь работает. Частично. 50 килограмм заказывает в магазин. Пожалуйста, отвезите мне 50 килограммов. Ну, вот скажите, как привезти в Гомель 50 килограммов? Ты же солярки больше сожгешь. Это экономически невыгодно. Почему так? Так, потому что раньше, лет 15 назад, были оптовые звенья, накопительные базы, так называемые. Вот если бы она здесь была, и мы ее знали, здесь бы была заявочная кампания, развита внутри, скажем, областных центров региональные, не одна только в Гомеле. То есть производителю осталось бы только в оптовую базу привезти свой товар? Привезти, скажем, 5 тонн этих яблок, и все. А дальше движение пусть уже идет в рамках, скажем, города Гомеля, Речиц там или Светлогорска. И вот почему спаржевые фасоли у нас не всегда она присутствует, или зеленый горошек замороженный присутствует на наших рынках. Потому что они не в состоянии развести эти килограммы по магазинам. А Польша почему в состоянии? Польша привозит, нет, Польша привозит на оптовый склад Минска, не Гомеля, а оттуда. Это специальная компания частная работает на этот рынок. И они зарабатывают серьезные деньги на этом. А мы не можем создать вот эти оптовые звенья, ну хотя бы 7 в Гомельской области. Они бы сняли все проблемы. Я когда зимой захожу в магазин, ну серьезно, вот меня колотит, когда я вижу, что петрушку мы привезли из Франции или Италии. Итальянцы и французы заинтересованы везти ее сюда, а мы как-то вот считаем ее нерентабельной. А вы знаете, Алексей, это неплохо. Видите, оказывается и Англия, и Франция, и Италия знают, что есть такая страна Беларусь, и знают, что здесь купят их петрушку. Нет, ну с позитивной точки зрения это хорошо, конечно. А если говорить и смотреть в корень вопроса, то, конечно, это грустно. Да, можем мы вырастить, и растет у нас эта продукция хорошо. Но вся проблема в экономике, только в этом. Невыгодно ее у нас растить. Надо прямо говорить, как есть. И сегодня прошло то время, что можно заставить руководителя в себе в убыток растить какую-то продукцию. Этого делать нельзя. Пока мы не выстроим цепочку всю, которая бы обеспечила выгодность и производителю, и оптовому звену, и рознице, у нас не получится с этой петрушкой ничего. Ну, кстати говоря, ее хватает, его добра на рынке. И не надо переходить вот тем людям, которые заняли эту нишу. Это простые люди, которые у себя на дачах, может быть, вот для дома, даже в городе, выращивают эту продукцию, пусть зарабатывают деньги. Решается очень просто. Поскольку хранилищ у фермеров нет, можно по пальцам перечислить, у кого есть хранилищ. Остальные хранилищ не имеют. Поэтому произвели продукцию, и они любой ценой, значит, осенью, используя ярмарки, оптовые поставки, значит, стараются реализовать. А вот если бы государству помогло, я понимаю, что всем невозможно, но более-менее крупным фермерам построить хранилище, тогда он бы заложил на хранение, и этот период удлинился бы до апреля, до мая месяца, когда равномерно поступала бы продукция, значит, на рынке и в магазине. Хорошо, Михаил Григорьевич, вот у вас есть хранилище. Проблема лишь только в хранилище? Нет, конечно, проблема не только в хранилище. Здесь переплетение целого ряда проблем. Во-первых, не надо стремиться к тому, чтобы у нас все было свое, потому что свое, час своего будет неизбежно дороже. Ну, не купаются сейчас люди на Саже и на Днепре, да, потому что холодно. И не выращивают сейчас петрушку, потому что не растет. Проще и дешевле привезти с Испанией. Точно так мы везем свои овощи в Питер. Тысячу километров, сто долларов за тонну платим за доставку, но, тем не менее, конкурируют там с местными фермерами. И очень неплохо. И голландскими, и польскими. И неплохо конкурируют. Мне кажется, тут говорить надо, но если оставить личное пособное хозяйство, оставить крупные сельхозпроизводители и фермерское хозяйство, то надо говорить о производстве овощей как о бизнесе, да, как средство повышения зарабатывания денег и повышения благосостояния коллективов трудовых. В этом случае надо выбирать ту культуру, которая дает наибольший доход. Потому что на самом деле Валерий Фанасович прав. У нас все есть. Наше, не наше, неважно, но оно все есть. Вот исходя из этого, допустим, вот уважаемые мной коллеги с Брюлева могут производить цветную капусту, потому что ее легче и ближе им доставить. Мне же, находясь за 260 километров, доставлять ту же самую цветную капусту сложно. Но мы будем ее рано или поздно доставлять. В чем тут проблема? Какие пути решения? Да, хранилище мы построили. Причем самое современное, настолько современное, что немецкий оператор состоит прямо из Германии, управляет ситуацией и автоматикой. У вас в Житковичах? Да. То есть он находится в Германии, а управляет житковическим складом в Турове? Она работает, задает такой режим, который надо. Это самое современное хранилище. Мы в этом году их построили, там 7,5 тысяч тонн, будем продолгать строительство. Но я думаю, что вот такие хранилища, и вот такие хранилища, которые находятся в Востоке, и возьмут на себя рано или поздно роль тех оптовых, мелкооптовых предприятий, которые будут поставлять продукцию. То есть это и дополнительные доходы и для них, они жарят в аренду, как бы будут давать. Так сложилось, что мы с Минском больше работаем. 200 килограммов капусты в один магазин, но вместо с этими 200 килограммами капусты мы везем еще по 200 килограммам других овощей, получается тонна. Ну, ради тонны уже стоит заезжать. 5-6 магазинов и бегом домой. Вот так, а по-другому не получается. Не надо ждать, чтобы к вам приедут и заберут. Алексей Михайлович, вот один вопрос буквально. Насколько сложно нашим производителям и крупным, и небольшим попасть в супергипермаркеты, которые повсюду? Я вот там местные наши продукции не так много замечаю. Может быть, потому что неохотно берут, либо просто выгоднее брать от зарубежных поставщиков продукцию? Вы знаете, вот мнения уже звучали, и если так от производителей даже мнения саккумулировать, то те самые законы спроса и предложения уже были названы. И между объектом торговли крупным, между производителем существуют договорные отношения. То есть есть определенные схемы, матрицы, графики поставок, ассортимент, который нужно поддержать, и, соответственно, требования, условия, чтобы это выдержать. Конечно, сегодня обеспечить необходимую упаковку, либо прорекламировать этот товар и, например, какое-то оборудование для развесной той же самой испаржи. Всегда предприятие торговли что-то тоже хочет, скажем так, предложить, давай вместе поработать. Ну, потому что они заинтересованы, что быстрее разойдется. Верно. Поэтому две стороны нельзя здесь столкнуть лбами, и та сторона, и другая работают на одного конечный результат – потребителя. потребителю и мы, торговля, и производитель обязаны сегодня предоставить тот же самый товар, то же самое качество и регулярно. Но тут еще и еще один игрок есть – зарубежные производители, которые все больше и больше сюда везут свои продукции, пока мы думаем, как же нам ее оформить. Вот я в руках держу упакованную, очищенную картошку. Многие, наверное, удивятся, что это сделано под гомелем. Насколько это востребовано сегодня? Это к субвосток, да? Пару слов. Вот вы, в принципе, говорили о том, что, может быть, по упаковке мы не дорабатываем. Вот уже и упаковка, вот уже и почистили. Бери да покупай. Насколько это пользуется популярностью? Ну, на сегодняшний день на нашем рынке это совершенно новый продукт. В этом ассортименте я имею в виду. Ранее ни один производитель в республике не выпускал, ну, в объеме, именно вот эту продукцию в вакуумной упаковке. Очищенный картофель, морковь, свекла, лук. Значит, как любой новый продукт, конечно же, он вызывает у потребителя какое-то опасение, какое-то чувство изучения, кому-то нужно привыкнуть. Это как любой новый продукт. Поэтому с каждым днем, с каждой неделей заявки на этот товар увеличиваются. Соответственно, люди немножко привыкают. Люди попробовали, посмотрели, что это легче. У кого-то нет возможности почистить. Или времени не хватает, или желания. Поэтому я надеюсь и верю, что все-таки вот этот товар свое место на рынке у нас найдет. Валерий Афанасьевич, вот начали мы говорить про чеснок. Важный на самом деле вопрос. Мы имеем и вроде бы местный, достаточно неплохой, и аналог китайский, который всегда, наверное, здесь. Почему все равно тянется рука за китайским? Дело в том, что здесь работает фактор времени. И нет полного насыщения пока рынка чеснока, нашим отечественным чесноком. Как бы я здесь ни говорил, что мы много сделали, но мы в этом году только сумели продать пока 80 тонн. Хотя мы получили, Гомельщина получила более 250. А это как раз полторы наши потребности. Но мы вынуждены были продать. Ведь работаем-то пока в семенном режиме. И мы на 3 миллиарда рублей продали чеснока семенного за пределы нашей области. Поэтому оставили область, конечно же, внутри себя без чеснока. Но зато заработали валюту. И, конечно, производить лейт уже нельзя. Совершенно верно. Придет время, я думаю, пару лет потребуется еще, чтобы нам закрыть собственный рынок отечественным чесноком. И не только на Гомельщине. Еще буквально коротко, времени не так много, яблоки, то, что мы привыкли. Яблоки, я постараюсь сказать очень коротко. На сегодняшний день остаток яблок 3000 тонн. И вы говорите о какой-то середине зимы. Я вам скажу, что этих яблок, если бы сегодня мы начали торговать ими серьезно, хватит не только до середины, а и до марта месяца в целом. Ну, наверное, выше я план... Это теоретически, а где же оно в магазинах? Мы все переживаем, что придется покупать восковые и испанские. Вот здесь есть проблема. Есть проблема. И об этом вот говорили мне и утром сегодня мы обсуждали эту тему. Знаю, предвидя ваш вопрос. Все-таки очень большой завоз импортного яблока. И опять же транспорт. И опять же вот отсутствие этого звена. Ведь в Гомеле, в Минске, в Минске основная база. Здесь второстепенная база. У них всегда присутствует в Гомеле товар. Они мгновенно реагируют на запросы торговли. И там тут же это яблоко. Потому что торговля, вот она рядом. А попробуй привези яблоню в сад или жидкович, яблоко сюда в Гомель по 50 килограмм еще и развези. Нет хорошей жизни, это он делает. Что касается вообще яблок, то я вот был у фермера Мещерского под Гомелем здесь. И когда видишь эти яблоки, ты сразу не поверишь, что это наши. Потому что мы такие привыкли видеть и говорить... Ну, немножко наше яблоко внешне уступает. Я даже знаю, что перекупщики покупают у него здесь под Гомелем и ставят шильду испанские, чтобы дороже продать. Но внутреннее содержание этого яблока я не рекламирую. Оно намного выше, чем вот эти большие, красивые яблоки из-за рубежа. Это однозначно, они ведь обрабатываются. Но не может яблоко столько лежать, извините меня, без специальных обработок. Я не хочу здесь нагнетать обстановку, так. Я об этом не раз говорил на телевидении. Ну, зато это повод задуматься. Да, но цена нашего яблока, отпускная сегодня, чтобы вот запомнили все, кто видит эту программу. Не более пяти тысяч. Значит, на конечном она может быть в пределах восьми тысяч. А сколько яблоко стоит торговля? Буквально коротко, да. Я коротко. Ну, так вот, Мещерскому никак государство не может помочь построить хранилище. Если мы ему построим хранилище, значит, я уверен не на сто процентов, но значительно до апреля месяца город будет иметь яблоки. Михаил Леонидович, ну вот я уважительно отношусь к этому человеку, к Мещерскому, но сейчас хочу сказать в лице и про других фермеров. Это же все-таки бизнес. Получается, я произвожу обуви, говорю, а вот постройте мне производство, откройте мне хранилище и продайте. Тоже неправильный подход. Хранилище надо кредит. У нас взять кредит, особенно для фермеров, практически невозможно. Практически невозможно. Но, тем не менее, преференция есть для развития фермерства? Одна преференция – это когда организовывается фермерское хозяйство, на три года освобождается от уплаты основных налогов. Это тоже, наверное, весомая все-таки такая поддержка, нет? Нет, это преференция. Я не говорю, это преференция. В остальном, что записано в третьей статье закона о крестьянском фермерском хозяйстве государством, не выполняется. Хорошо. Ну и вот, если мы заговорили про проблемные вопросы этого направления, Вы, как руководитель областной ассоциации фермерских хозяйств в Гомельской области, что считаете основной проблемой? Почему не можем сдвинуть в развитии эту сферу? Значит, в законе все красиво написано. Все как надо. Вроде и фермерам должны помогать. Как приходит до практического решения того или другого вопроса, значит, вопросы не решаются. Что надо? Начинающему фермеру надо обязательно помочь приобрести в Лизинг. И говорим, что бесплатно. В Лизинг-трактор нужно упростить кредитование. Значит, и вопрос с землей. Мы во сколько бьемся, фермерское хозяйство Парфеньково, все знают. Его все жители города Гомеля знают за его хорошую продукцию. Никак не можем. Уже пять лет бьемся, и получили аж полтора гектара ему выделили. Ему надо 300 гектар. И тогда овощная продукция, плод овощной продукции, уверен, в значительной степени было бы обеспечен на рынках и магазинах города Гомеля. Сегодня в студии сельхозпроизводители из Петриковского района. Как в Припятском Полесье развивается это перспективное направление, узнаем прямо сейчас. И поговорим на эту тему с моим гостем, экспертом программы, главным редактором районной газеты «Петриковские новины» Петром Шадурой. Ваши аплодисменты. Петр Владимирович, добрый день. Спасибо, что вы приехали на запись программы. Назвал вас экспертом. Понятно, что в сельском хозяйстве, наверное, сложно вас таковым назвать. Но тем не менее, как журналист, следите за этой сферой. Насколько развивается это направление в вашем районе? И много ли героев для интересных материалов, фермеров, которые искренне любят это дело? Ну, я бы, наверное, не сказал, что Петриковский район характеризуется массовым развитием фермерского хозяйства. Но в настоящее время можно сказать, что становление достаточно плотное. Отсеиваются слабые, приходят инициативные фермеры. Достаточно широка палитра, если так можно сказать, выпускаемой продукции. Вы спрашиваете о героях. Я бы, наверное, даже без пафоса назвал бы, что в нашем издании, ну, я назвал бы фермеров героями. Потому что у них же рабочий день сутки, фактически. На Петриковщине масса своей фермеры – это семейный бизнес. Петр Владимирович, спасибо за хорошие новости. Желаем, чтобы на страницах ваших газет появлялось как можно больше интересных таких героев и рассказов. Это будет говорить только о том, что фермерство развивается и хорошими темпами. Отдельная тема для разговора – развитие фермерства на территориях пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. Легко ли произвести здесь экологически чистую продукцию и, самое главное, выгодно ее продать? Об этом прямо сейчас поговорим с еще одним моим гостем – фермером из Наровли Павлом Елизаровым. Ваши аплодисменты. Добрый день, Павел. Спасибо, что приехали в очередной раз на запись нашей программы. Давайте подержим микрофон. Вы, как и обычно, приехали со своими питомцами. Расскажите, знаю, что еще недавно занимались только кроликами. Можно его погладить? Да, да, да. Наверное, напуган, думает, что же они так живо здесь обсуждают. Вот занимались еще недавно только кроликами, сегодня еще и перепелки. Насколько это перспективный бизнес? Спросом наша продукция требует. Последние два года нашей работы ознаменовались тем. Вот последний раз мы видели с вами два года назад. Последние два года ознаменовались тем, что мы вышли на международный рынок, увеличили объем в два раза. То есть это говорит о том, что спрос есть, привозим валюту в страну. В том числе и по перепелке, да? И по перепелке, ну, в основном по кролику, конечно. Перепелку мы только начали пробовать. По кролику спрос на международном рынке высокий, цены хорошие. Возим валюту в страну. Ну вот вы ввозите валюту в страну, а местному рынку хватает? Хоть немного пробуют жители на ровле яйц? Яйца, да. Яйца в основном пробуют жители Гомельской области, в общем. Но кроличатину на сегодняшний день, вот к этим разговорам, что были ранее, кроличатину в основном реализуем на экспорт. Вот опять же, значит, к тем же разговорам тоже есть некоторые там фирмы в Минске, которые завозят венгерскую кроличатину по нашей же цене. То есть у нас задача на сегодня выйти с нашей продукцией на ту же фирму в Минске, на тот же оптовый склад, у которых налажена сеть, и продать ее через... То есть сам возить по 10 килограмм в магазины я тоже не могу. А через них я тоже могу воспользоваться наработками вражеской, так сказать, импортной сети. Ну вот, давайте поддержим, аплодисменты. И в завершении, ваш совет фермерам, чего не хватает? Вот есть ли коротко? Господи, да всего хватает. Всего хватает, более расторонней, наверное, быть, да? Ну бывает, времени не хватает, времени не хватает, значит, а так всего хватает. И, значит, и кредитуемся мы, не буду рекламировать свой банк, и очень неплохо мы нас банк поддерживает, и, значит, и государство нас поддерживает со всех сторон, так сказать, и где-то даже и пинка подзадает, чтобы быстрее двигались. Так что времени не хватает, возможно, что-то, какие-то ошибки делаешь, потому что новая отрасль особо, или хорошо забытая, старая. Наука не стоит на месте. За последние 25 лет созданы такие разработки, которые позволяют производить экологически чистую продукцию на наших территориях. И не только можно, но и необходимо эти территории возвратить нашей стране, которые были потеряны, потеряны полностью. И надо, я думаю, что со временем они будут возвращены нашей стране, и там будет, так сказать, жизнь бить ключом. Хорошо, спасибо большое. Михаил Григорьевич, вот достаточно много мы сегодня обозначили проблем. Они есть, с этим никто не спорит. И хорошо, что мы о ней говорим, потому что так проще реагировать и решать те или иные вопросы проблемные. Но, однако, судя даже по Павлу и судя по вашему примеру, а вы сегодня один из лучших фермеров Беларуси, примеры достаточно хорошие и успешные, они у нас есть. В чем вот ваш успех заключается? Ну, я хотел все-таки одно слово сказать о том, что не получается у нас в целом, с точки зрения развития фермерского движения. Ну, вот есть некие попытки фактически противопоставить частные хозяйства, фермерские и крупные хозяйства. Не надо это делать. Мне кажется, мы должны двигаться в одном направлении. А управление – это на самом деле одно. Крупные хозяйства тоже должны становиться частными. Там должен тоже быть хозяин. Частный интерес. Частный интерес. Хозяин конкуренции. И тогда мы получим крупные, мелкие, неважно какие, но частные хозяйства. И тогда мы 20 килограмм, не 20 килограмм, мы по яблоку разнесем и бумажку завернем. И положим на стол потребителя и скажем ему еще спасибо за то, что... И разжуем, если надо. И разжуем, если надо. Потому что сейчас по-прежнему по старинке вот так. Я произвел, а вы там райком, райисполком продайте мои огурцы и прочее. И еще желательно построите мне склад. Это первое. Второе. Небольшие фермерские хозяйства. На самом деле небольшие фермерские хозяйства. Их объем, на самом деле, вот этими статическими... Их объемы производства, этими статическими данными не охватываются. На самом деле это весьма емкий сектор производства. Приведу, ну, буквально несколько примеров. Из всеми известным Сталинский район. Оценочно и по подсчетам там ежедневно продается огурцов тысячу тонн. Общий объем выручки дневной миллион долларов. Два месяца подряд. Ну вот это крупное хозяйство или это мелкое хозяйство? Стоит этим государство заниматься? Или поддерживать? Или не стоит? Второй пример. В Лунецком районе объемы производства моркови фермерами достигает сотен тысяч тонн. Не десятков. Сотен тысяч тонн. Она уходит на Россию, как правило, в республике кое-что. Мой коллега строит за счет собственных денег вот такие мощности. Помойки моркови на 15-20 тысяч тонн. Но вы же тоже занимаетесь переработкой. Ну, я хочу о других рассказать. Мы тоже занимаемся, имеем опыт. А к тому, что у нас много примеров удачной работы. Много. И я уверен, что если будет поддержка, заинтересованные отношения на всех уровнях и к проблемам фермерских хозяйств. И если мы будем настойчиво работать под трансформацией, реальной трансформацией крупных хозяйств, ну, фактически государственных в частные хозяйства, тогда у нас сельскохозяйственное производство станет бизнесом. Так как оно стало у нас в хозяйстве, да, вот Михаил Леонтьевич жалуется на то, что нам не помогает. Это на самом деле так. И нам тоже не помогает. Но я вот так прикинул одну цифру. Там в прошлой пятилетке 50 миллиардов долларов потратили на развитие сельскохозяйства. Нам мало что там досталось, но мы вложили собственных средств, заработанных, не меньше. И поэтому мы сохраняем свою конкурентоспособность, ну и поэтому мы на рынке. Ну, в общем, важно не только произвести, но уметь правильно, наверное, подать и продать. А еще для того, чтобы это все сделать, надо, наверное, и вложить не только деньги, но и душу в это дело. Это, я не сомневаюсь, что каждый из нас, нигде бы он не работал, это укладывает. Потому что слишком много соблазнов для того, чтобы убежать в другое место. Что касается общего сельскохозяйственного рынка, здесь очень важно постоянное присутствие на нем. Вы понимаете, вот Брилева говорит, мои друзья, коллеги говорят о том, что немножко не успели и появились дорогие овощи. Поэтому мы строим хранище. Поэтому мы стараемся, если мы занимаемся луком, то надо заниматься зимой, каким только угодно, для того, чтобы ты постоянно был на рынке представлен. И в этом беда многих хозяйств. Попробовал вырастить в этом году, на следующем году не попробовал, а через год опять же вырастил. И никто к нему не едет, никто ее не покупает. Стабильность иногда, и работаешь с себя убыток, но ради того, чтобы держать клиента. Я никогда не считал и не считаю фермеров конкурентами общественному сектору. Это серьезное направление, и к нему надо серьезно относиться. Я целиком и полностью согласен с двумя коллегами, которые рядом со мной сидят. И считаю, надо начинать с чего? В первую очередь, передать все сады, без исключения, что мы заложили за эти годы частному сектору, фермерам. И они подтянут эту тему. Нам она, я вижу, не под силу. И у нас появится яблоко. Если бы мы начали даже с этого и построили там сегодня дополнительное им хранилище, они не подведут. И будет порядок. Что ж, уважаемые друзья, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Вы смотрели ток-шоу «Перекресток». Встретимся ровно через неделю на новом «Перекрестке мнений». До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ